МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте начнем с этого мероприятия. Какие же запланированы мероприятия на этот день? Прежде всего, я хотел бы поздравить всех севастопольцев, всех гостей города, да и всех, кто сможет посмотреть эту передачу, с великим праздником. Весь май у нас окрашен цветами Победы. Севастопольцы, как никто другие, наверное, это ощущают на протяжении долгих-долгих лет после войны. Я давненько уже живу и помню период, когда этот праздник только начинался, его некоторое время не праздновали. Какие были массовые гуляния, как севастопольцев тоже отмечали. И, слава богу, традиция не умерла. Традиция, наоборот, она набирает обороты, она становится более масштабной. Поэтому я уверен, что никто в Севастополе не будет равнодушным в этот день. Многие будут сдерживать слезы, многие будут скорбеть, многие будут радоваться и большинство все-таки будут радоваться и закончится праздник великим восторгом, восторгом нашей Победы. Я всех поздравляю, желаю в первую очередь здоровья ветеранам, всем тем, кто был в то время причастен к нашей Победе, а ведь не только те, кто был на фронте. В тылу ковалась Победа и доставалась им ничуть не меньше. Я хочу вспомнить всех тех вдов, которые остались без мужей на долгие-долгие годы после войны. Судьба их была самой незавидной. Безусловно, они не смогли уже выйти замуж, обрести себе семейное счастье. Они поднимали многочисленных детей, что было в то время нормой, семьи были многочисленные. Они подняли на ноги этих ребят. Выросло целое поколение, я к нему принадлежу, поколение без дедов. Я не знал ни одного деда своего. И наверняка многие сегодня выросли с бабушками. Мы поколение бабушек. Поэтому, наверное, в наших сердцах очень много такого милосердного. Это все-таки наши женщины нам поселили. Такого чувственного, такого нравственного у многих. Потому что мы росли в таком вот окружении. Поэтому давайте в этот день вспомним всех своих близких. Всех тех, кто не вернулся. Всех тех, кто умер от ран. Всех тех, кто здравствует. Давайте вспомним нашу победу и поймем. Не будь этой победы, не было бы нас. Мы должны помнить эти события, никогда не забывать эти страшные события и чтить память. Безусловно. Что касается мероприятий, которые будут проходить. Ну, я не буду сейчас перечислять тот большой перечень мероприятий, торжеств, которые производят эти дни. И собраний, парадов, митингов, выступлений, концертов. Все это есть и на вашем телеканале. Это можно увидеть анонсы. И в печатных средствах информации на других телеканалах. Город осведомлен довольно хорошо, что в этот день дома никто не усидит. Я уверен. Все захотят почувствовать плечо своего земляка, увидеть своих военных, наших защитников, увидеть наших ветеранов. Поэтому я призываю всех активно участвовать в общих торжествах. А город наш огромен. Он просто огромен. Торжества будут проходить везде. И в селах нашего города, нашего образования. И в районах. И на Сапун-горе, и на Малаховом кургане, и на площади Нахимова. Ну, собственно, не будет той точки, где бы вы не почувствовали праздник. Праздник победы. Я в последнее время нахожусь в Москве. Там работаю, там проживаю большей частью. Я хочу сказать, что настолько мы похожи с нашей столицей. В Москве тоже. Праздник победы отмечают повсеместно. Это не только Красная площадь. Это не только Поклонная гора. Это, по сути дела, каждая улица, каждый сквер, каждый дом участвует в этом большом празднике. Ну, говоря о празднике, можно говорить на нем много и радостно. Можно волноваться, переживать. Но жизнь не стоит на месте. Мы сейчас живем буднейшей жизнью. И город в напряженном ритме работает. Работают коммунальные службы, работает правительство. Работают предприниматели, работают предприятия. Ну и после праздника нам отдыхать особо не придется. Потому что май месяц напряженный. Особенно те, кто живет в сельской зоне, знают, что это самая эстрадная пора, когда все закладывается. В наших условиях это апрель, май. Поэтому жизнь не стоит на месте. Надо всем, так сказать, понимать, что курортный сезон близок, но к нему надо быть готовым. Это, в первую очередь, конечно, и работа городского хозяйства, работа дорожных служб. Это работа всех коммуникативных наших учреждений. Ну, в общем, город должен подготовиться к лету. Я не буду сейчас говорить о том, кто когда-то думал, что сделать. Все прекрасно знают. Но я хочу сказать о главном, на мой взгляд, одном из главных событий, которые сегодня проводит в Севастополе впервые. Это так называемое предварительное голосование, или говоря новомодным языком, запада, праймерис, который организовала партия «Одина России». Проводит его по всеместному, по всей стране. Севастополь впервые участвует в таком действии. И за этим туманным для нас словом праймерис кроется простая истина. Нас спрашивают всех, кого бы вы хотели сегодня видеть поддержанными главной партией страны. Поскольку «Единая Россия» – это партия, которая сегодня имеет большинство в нашей Думе, большинство в нашем обществе, и ее представители сегодня на руководящих постах находятся. Глава правительства Дмитрий Анатольевич Медведев – это глава нашей партии. Поэтому у народа спрашивают. Вы готовы сегодня определиться, уже сейчас, в мае, кого мы будем осенью выбирать в законодательные органы страны? Подобное голосование имеет очень важное значение, естественно. Вы понимаете, можно сделать, как это было раньше. Можно было в результате какой-то суеты, подковерной борьбы, может быть, каких-то публичных выступлений, пиар-акций, завоевать право быть избранным, поддержанным партией. Мы это наблюдали, находясь в составе Украины. Мы наблюдали это и находясь в составе Украины, видя, как это делалось прежде в Российской Федерации. Сегодня это очень честная, очень объективная, такая достоверная, по сути дела, процедура, которая тестирует, по сути дела, наше общество, его симпатии, его приоритеты, наши вкусы, это будем так говорить, что мы видим для себя на ближайшие несколько лет, выбирая людей на такие важные посты. Севастополь сегодня впервые переживает эту процедуру, и я могу уже немножко сказать о том, что я увидел, находясь здесь в городе и находясь в Москве, наблюдая за этим процессом. Мне хочется несколько начать с критики этого процесса, в чем здесь заключаются некоторые недоработки. Ну вот сегодня мы с вами беседуем в преддверии 9 мая. Осталось каких-нибудь там две недели до этой даты, 22 мая на 36 участков Севастополя придут наши жители и проголосуют за того или иного своего кандидата. Но я в личной беседе, наблюдая в СМИ, как это публикуется, освещается, я пришел к выводу, что пока население слабо информировано. То есть информированность на низком уровне. Ну это нужно обещать, конечно, тем, что у нас большой праздник. Мы сейчас находимся в череде, только что отметили воскресенье Христово, у нас была Пасха. Мы отметили 1 мая, притом отметили вы замечательно, значит, в укор всем недоброжелателям. Севастополь показал еще раз единодушие, показал прекрасное настроение, радостные помыслы наших горожан, которые прошли колоннами по главным улицам города. То есть все это, конечно, требовало затрат информационных, каких-то там других. Может быть, мы в связи с этим связаны. Но мне кажется, что столь важная процедура, как предварительное голосование, выборы своих кандидатов, необходимо все-таки информировать население более активно, создавать некий такой турнирный драйв, что ли, чтобы люди понимали, что два сторон надо прийти. Это недолгая процедура, прийти и поставить галочку против того или иного кандидата и определиться, чтобы осенью, когда будем делать уже окончательный выбор, настоящие будут выборы, чтобы потом не было упреков, что ну как это получилось, что мы избрали там Петра или Ивана. А, дорогие господа, товарищи, мы предлагали вам всем объективно в этом поучаствовать, чтобы руководство партии во главе, еще раз говорю, Дмитрий Владимирович Медведев, и президент сегодня, вы знаете, поддерживает эту партию. Он на последней своей встрече, как об этом высказался, он об этой процедуре тоже сказал, что праймерис должен показать нам сегодня новых лидеров или доказать объективность оценки прежних, чтобы доказали свое право на существование в качестве депутатов. Поэтому нам сегодня, мы на равных сегодня в России и Федерации участвуют в этом процессе. Так вот, я первый уже, так сказать, ну не то, что недостаток, но пока не доработку, я уже указал, что необходимо, конечно, сегодня максимально информировать, ну по окончании, наверное, праздников, скорее всего, объяснить, где участки находятся, каким образом проходит голосование. Я надеюсь, что партийные руководители Стополя, Борис Колесников и члены исполкома придут, расскажут, здесь у вас в студии, в других студиях, на страницах газет, что необходимо сделать. Поверьте еще раз, это не какая-то штатная процедура, которую иногда мы воспринимали именно таковой. Вот надо отметить, галочку поставить в администрации, там где-то там в ЗАГС-собрании, где-то еще. Нет, это другое, это совершенно иное, это доверительный разговор с народом. Это мы сейчас в режиме праймерис, мы можем внимательно посмотреть на своих кандидатов. Первое, это информирование не на очень высоком уровне. Есть какие-то еще? Еще есть замечания, но это уже у меня к участникам процесса. Вот понимаете, наблюдая за количеством билбордов, рекламной продукции, выступлений, все говорят об одном, большинство, по меньшей мере, что нет коррупции, заслон там с доимцем, навести порядок в экономике. За всем этим стоит, ну будем говорить так, главный исповедователь принцип честности и открытости. Это прекрасно, это отлично. Но когда я получаю информацию, что некоторые кандидаты уже начали, извините меня за грубое слово, подкуп, а это другому не назовешь, даже так, избирателей потенциальных своих, идут на различные ухищрения, то возникает вопрос, о какой дальнейшей процедуре по борьбе с непорядком можно говорить с данными представителями избирательного этого пула, которые начинают с этих действий и завтра будучи избранными не совсем честно, они начнут честно работать. Поэтому у меня общее обращение ко всем, абсолютно ко всем участникам. Давайте, наверное, уважаемые горожане, уважаемые земляки, давайте все-таки, коли эта процедура поставлена и демонстрируется как честный срез общественного мнения, давайте честно к нему и подойдем. Если есть заслуги, пусть это будут заслуги. Если есть недостатки, пусть будут недостатки. Если есть узнаваемости, человека 5 лет никто не слышал, то сегодня пытаться об этом объяснить горожанам, что он велик, знаменитый и доступен, наверное, это не с тем тоже честно. Ну, если человека не было, вот вы телевизионщики, вы прекрасно знаете, что медийная активность, она всегда монетизируется в дальнейшем. То есть, человека начинают звать, приглашать, он становится общественным лидером, он становится узнаваемым. Ну, если человек не удосужился за долгие годы публично свои действия обозначить, не пиариться, обозначить, и вдруг всплывает у нас в майские праздники, начинает активно говорить, что он столько всего хорошего сделал, ну, наверное, тогда ты их делал, наверное, с умыслом. Ну, какой же шанс, что вообще такого человека выберут, если люди его не знают? Ну, шансы могут, самые небезголые. Мы сейчас наблюдаем компанию наших, в кавычках, партнеров-американцев, которые проводят примерно такой же праймерис, только в масштабах всей страны. Там немножко по-другому все устроено у них, но никто не ожидает никаких результатов. Поэтому я совершенно не боюсь, и я уверен, к этому также относятся и правительство, и руководство партии. Мы не боимся результатов, которые будут, но мы бы не хотели, чтобы они были инспирированы, чтобы они были искусственно построены. Хотелось бы, чтобы Севастополь, как это было в марте 2014 года, проявил политическую активность свою, социальную зрелость, и показал, что мы вполне равноценные участники процесса в России, мы равноценный субъект федерации, у нас все идет так, как идет в России, никаких других схем и клише мы не придерживаемся. И коль скоро уже такая интересная, ну это впервые, я повторюсь, это впервые процедура, то 22 мая это день нашего волеизъявления, ну будем говорить так, помолвка перед выборами, если можно говорить. Давайте выйдем, давайте посмотрим друг в друга в глаза, пообщаемся на этих участках, увидим, кто кого поддерживает, не для того, чтобы зачислить его в стан своих оппонентов. Большинство оппонентов друг другу говорят объективные вещи, о неостатках в городе, там в образовании, в культуре, в здравоохранении, но у нас масса, масса сфер, где есть кого критиковать. Но надо друг друга услышать. И эта площадка дает возможность этот портфель замечаний, пожеланий, предложений сформировать. Ведь праймерис не только для того, чтобы мы сказали, ну ладно, будет сегодня Иван, значит он победил. Не в этом дело. Это указание к действию власти всех уровней. Где какие неостатки? У нас сегодня масса задач стоят перед муниципалитетами, которые тоже будут избираться в этом году. Но мне кажется, что вот этот весенний бурный наш общественный рост такой, да, социально-общественный, он и хорош тем, что надо использовать май, потому что начнется летний период, период отпусков, период совершенно иного, так сказать, времяпровождения. Наверное, будет немножко нам потруднее. Поэтому я призываю всех горожан, не называю сегодня кандидатов, не называю имен, я это делаю умышленно, у меня есть свои приоритеты, безусловно, как у каждого севастопольца. Ну, почитайте вдумчиво, посмотрите, пообщайтесь. Партия «Одиная Россия» делает все возможное для того, чтобы это происходило не келейно. Это проходит в школах, в учебных заведениях, в войсковых, там даже частях где-то встречаются, встречаются в различных учреждениях, делают это на телевидении. Послушайте этих людей, займите там этих 20 минут в день, чтобы понять, кто же сегодня идет на смену старой власти. Она еще работает. Тем более, это и наш же выбор, то есть мы должны понимать, кто же будет идти к власти и кто будет ставить город на нам. Я еще раз повторю, еще раз повторю, что вот этот тот тезис «Все решаем мы», который мы много лет слышали, на самом деле так сегодня он и работает, он так сегодня воспринимается по-настоящему. Мы решать должны с вами сегодня. И если мы с вами решим, что мы поддерживаем какого-то определенного кандидата, а он вдруг почему-то не сможет войти, так сказать, в число лидеров, ну возникают вопросы тогда у горожан, а мы за него вроде как отдали голоса. Наверное, все-таки мы ему доверили и сделали это честно. Одно условие, я уже говорил, должно быть все сделано объективно, чтобы корректность наших методов была неоспорима. Понимаете, когда лабораторный опыт представляют на научном совете, то должна быть, вот так сказать, безукоризненность. Тогда верят, что те или иные результаты соответствуют действительности. В данном случае безукоризненность, конечно, зависит от нас самих в первую очередь. Если к вам приходят и говорят отдайте ваш голос и предлагают что-то взамен, то цена этого голоса, я уже слышал, цена этого голоса меня потрясла. Она доходит до килограмма мяса. То есть 500 рублей. Вот я так понимаю, что если 500 рублей сегодня является твоим мерилом на 5 лет, что ты отдал голос на 5 лет, и за это можешь купить килограмм говядины или свинины, не важно чего, то, наверное, такова твоя цена. Не цена уже выборов, а твоя цена. Вот сегодня я эти цифры слышу. Я не собираюсь сегодня из этого делать какое-то расследование. Я знаю, что это возможно. Возможно. Это взаимные, так сказать, информационные вбросы друг против друга. Это тоже сегодня существует. Но вероятность такая есть. То есть, в прямую подкуп, именно сразу голоса, не навязывание какого-то кандидата. Ну, понимаете, технологии выборов, они существуют не первый год и не первый век. Ну, да. Это все делается очень тонко, это все делается очень, так сказать, пирамидально, все это делается ступенчато, ни к вам не взломятся в дом и говорят, возьмите деньги. Безусловно, нет. Но схемы, схемы эти, они известны нам с времен нашего украинского, так сказать, гражданства. Вот. Я очень боюсь, чтобы они не сработали сегодня в нашем российском Севастополе. Очень этого не хотелось. Очень бы не хотелось, конечно. Я знаю, что стаются объединения, общественные люди хотят честности и главный сегодня месседж, главный сегодня такой посыл, который я слышу от людей, они говорят, хочется в этом участвовать честно. Вот. И я к этому и призываю. Может быть, это такая патетическая речь, вы меня за это извините, но других слов подобрать трудно. Понимаете? Ставить на каждую комиссию по 20 наблюдателей с фиксирующими устройствами, ну, это не совсем правильный метод. Я думаю, что главный счетчик честности стоит внутри у человека. Ну, хорошо. А по выборам, скажем, те же участки, все ли готово для того, чтобы проводить праймерис? Я нахожу, я являюсь членом политсовета нашей партии, общаюсь там постоянно в активном режиме, с ними сотрудничаю. Насколько мне известно, для этого готово все. Тем более, наш город, я повторюсь, он имеет уникальный опыт. Если мы с 5 марта, 6, извиняюсь, 6 марта по 16, мы смогли за 10-9 дней подготовить, провести огромный референдум исторического значения эпохального, и все было безукоризненно, что бы ни говорили наши оппоненты, что бы ни на нас не рекуилили бы грязь, мы участники, мы жители этого города, мы участники этого процесса, мы видели, что все было сделано отлично. Выборы, которые были прежде в Украине, вот до этого референдума, они были в десятки раз коррумпированные, нечестнее, и так далее, просто несравнимые параметры. Имея такой огромный опыт, такой уникальной, эффективной работы в общественном поле, и оперативной, неужели мы не сможем нормально провести так называемый праймерист? Я думаю, что те же люди остались на местах, те же специалисты, притом, которые уже имеют доверие населения. Я не буду назвать их имена сегодня, но мы тех помним, участников, кто нам объявлял референдума и так далее. Это все люди здесь, поэтому я также точно не сомневаюсь в результатах дальнейших выборов. если мы будем использовать этот опыт, если будем опираться на эти наработки, на этих людей, то, безусловно, у нас в Севастополе не будет нареканий, жалоб, претензий, подозрений, что у нас снова что-то не так. Слово что-то не так мы слышим уже на протяжении двух лет. Нас обвиняют сегодня, только ленивый не ругает сегодня Крым, Севастополь, пытаясь на нас навесить всех собак. Мы знаем, что они достатки. Я, по сути дела, являюсь членом правительства. Я делегирован в Совет Федерации правительством, губернатором. И многие проблемы мне известны, в каких-то я принимаю участие. Но я приведу еще один пример. Севастополь выстоял не только в период Крымской весны, Севастополь выстоял период Крымской осени, когда нам наши враги попытались нас задушить. Сначала сделали нам водный голод, после этого отрубили нам свет. И что, чем ответил Севастополь правительство, ответил тем, что мы не только выстояли, мы теперь отвечаем на звонки наших корреспондентов. Вот мне звонили сегодня из агентства Регнум и задавали вопрос. Вы планируете большие проекты, и губернатор их анонсировал уже, анонсировал как предложение, конечно. Поступает много инвестиционных заявок, развивать здесь экономику, строительство, сферы и так далее. И не боитесь ли вы, что у вас будет дефицит электроэнергии к моменту реализации этих проектов? На что я ответил, вы зайдите на сайт энергосетей России, посмотрите наши отчеты правительства, посмотрите планы работы, и вы поймете, что к 2018 году у нас будет профицит электроэнергии. Мы сможем ее по-своему делу продавать. Это не фантазии весенние, это реальные цифры, на которых сегодня выходит даже не Крым, а выходит российское правительство. Мы прекрасно понимаем, что имея те проекты, которые сегодня заложены и уже работают, мы безбедно будем жить, это не то слово. У нас будет все замечательно с этой энергией, мы прекрасно понимаем, что мы сможем развивать себя и курортный сектор, очень сильно он потребует больших энергозатрат, мы будем заниматься промышленностью, чем занимаемся уже сейчас, и самое главное, что инвесторы, которые к нам идут, они, как правило, воспринимаются нами во первую очередь как субъекты, способные участвовать и в задаче энергообеспечения. Понимаете? Это не тот вариант, когда я приду, а вы меня тут накормите, напоите, подайте мне воду, канализуете меня. Вопрос сегодня стоит немножко по-другому. Мы понимаем прекрасно свое состояние и знаем, кто к нам сюда идут, какие к нам попадают, так сказать, партнеры. Мы ставим перед ним эти задачи. Поэтому все крики и обвинения в том, что у нас здесь что-то не так, я не буду перечислять. Это все не обоснованно. Мы, еще раз повторюсь, мы знаем, где, как и что еще не сделано или сделано не так. Но для этого не стоит бить в колокола, не заглядывая в связи. Приходите в правительство. Я знаю, что и губернатор, и все члены правительства открыты для бесед, для контактов, проводят пресс-конференции, проводят встречи, встречи проводят на местах. Все можно выяснить в нормальной деловой обстановке. А постоянно поднимать флаг тревоги в каком-то из мест и говорить, что это уже гибельная тема, там уже ничего сделать невозможно, это неверно. Я вам привел пример. Осень, крымская осень 2015 года показала еще раз, что мы готовы к любым неожиданностям и решению любых задач, поставленных правительством и ситуаций, которые складываются в руках нас. Я думаю, что нам с вами успокаиваться не стоит, как всем горожанам, всем жителям города, всем его субъектам хозяйствования, но побольше оптимизма, поскольку я по своей работе много сейчас езжу по стране, ну так получается, командируют, участвуют в каких-то мероприятиях, и я вам хочу сказать, что не буду я называть объекты, субъекты, имена, руководителей, не везде все гладко, поверьте мне, не везде все гладко, и честно вам скажу, наверное, одна из причин это мы с вами, это наш субъект. Почему же? А потому что надо понимать прекрасно, что некоторые вещи санкционные, ударившие по экономическим узлам страны, по некоторым узлам страны, они были продиктованы тем, что мы стали Россией, и сегодня вся риторика ведет в руку этого, но ни один из субъектов Российской Федерации не упрекают нас в том, что из-за вас у нас какие-то поставки сорвались, где-то что-то мы недополучили, где-то что-то там остановили, но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать о том, что везде идет слаженная работа, я нигде в субъектах Российской Федерации не наблюдал картин, где бы можно было сказать, слушать, как у нас, нет, все по-другому, все по-другому, по-другому в чем? По-другому в том, что вот этот вот, извините за слово, журналистский драйв, бросание камней, побивание камнями, он не так представлен, понимаете, изначально все вопросы решаются на гранитальном уровне, как это было всегда, а уже, когда он не решается, этот вопрос, совершенно никак, тогда, наверное, стоит бить в колокола, но мы, к сожалению, за последнее время привыкли к тому, что мы сначала кричим, а потом начинаем решать эту проблему, решаем решать, будет тот, на кого мы кричим, это правительство, это тоже ЗАГСобрание, это те же департаменты, это те же муниципалитеты, это те же предприниматели, хозяйственники, руководители подразделений, поэтому, возвращаясь к теме праймериса, задавайте сегодня вопросы, будите совесть ваших чиновников, будите, значит, внимание руководителей подразделений, предприятий, ваших департаментов, где вы находитесь, муниципалитетов, для этого существует эта процедура, понимаете? На все нужно время, для того, чтобы получить качественное развитие, и люди должны выбрать себе тех людей, которые за это время смогут максимально поднять город. Я хочу вас немножечко поправить, понимаете, мы ждем от депутата Государственной Думы неких мессианских функций, на самом деле, я не умоляю их достоинства, это очень действенный, будем говорить, эффективный и высокий орган страны, хоть называется Нижняя Палата, но поверьте, всю работу по законотворчеству и по наведению порядка делают они. Это, ну, я признаюсь честно, в Верхняя Палата, где нахожусь я, мы ведем работу уже как бы в завершающей стадии, понимаете, да, принятие законов. там очень много затрат, энергии, сил, ума, интеллекта, необходимо, чтобы работать, но один в поле не воин. Устройство таково сегодня власти, что необходимо понимать, что если существует какая-то партия, которая сегодня главенствует, она должна это просто решать. Сегодня у нас, и слава богу, это так, партия называется Единая Россия, понимаете, мы избираем сегодня, вот на данном праймере, того, кого будет поддерживать Единая Россия, кто будет там находиться в этой фракции, кто будет работать в этой партии, понимаете, и если хотите что-то по-другому, ну выходите с конституционными инициативами, давайте менять конституцию, давайте менять будем выборные законы, давайте делать по-другому, и тогда будем говорить, что у нас здесь будет какое-то, не знаю, там микровоеводство, где будет один человек что-то решать, решает все правительство, решает все Дума, решает все Центр федерации, решает все президент, вот так устроена вертикаль власти, ну естественно здесь губернатор и так далее, я не буду все перечислять, но уповать на то, что у нас сегодня человек, которого мы изберем, решит все вопросы, он будет делать все, что возможно в его компетенции, в этом я не сомневаюсь, вот на это я уповаю, понимаете, но это я уповаю. Ну у нас остается совсем немного времени, Андрей Николаевич, подведем итоги, все-таки призываем жителей города прийти на праймерец, это очень важно для всех нас. Я хочу еще раз сказать, что не подумайте, что сегодня разговор шел только об этом, я сам живу, вот нашу эту ленточку, живу в преддверии этого праздника и поверьте мне, давая интервью, выступая на митингах, я с трудом сдерживаю слезы, хотя я взрослый дядька, мне очень непросто, я хочу вам сказать, что еще раз, давайте отметим этот праздник достойно, мы город достойный поклонения, этот праздник наш с вами по праву, мы должны не пострамить чести города и память тех, кто его отстоял. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли и ответили на вопрос. Всего доброго. Это была программа «В контексте». Напоминаю, мы говорили с членом Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Николаевичем Соболевым. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова